Сегодня мы приготовим колбаски, которые удивят многих своим вкусом и простотой. Эти молочные колбаски приготовлены без капли красителя, без нитритной соли, без фосфатов и даже без специальной колбасной оболочки. Нам понадобится всего два ингредиента, куриное филе или готовый куриный фарш и холодное молоко, ну и специи. В чашу измельчителя отправляю 300 грамм куриного фарша и 100 миллилитров молока, 2 трети чайной ложки соли и по пол чайной ложки смеси перцев, сухого чеснока и копченой паприки. Если ваш измельчитель достаточно мощный, можно использовать сразу куриное филе, нарезав кубиками, не измельчая его предварительно в фарш. В итоге должна получиться вот такая однородная мясная эмульсия. Заядлые колбасники знают, что такая степень измельчения используется для всех вареных колбас. Перекладываем фарш в кондитерский мешок с диаметром отверстия около 2 сантиметров. Это средняя толщина обычной сосиски. В качестве колбасной оболочки мы будем использовать обычную пищевую пленку. Отступаю от края 2-3 сантиметра и наношу полоску, не доходя до боковых сторон, приблизительно по 5-6 сантиметров. Делаю 3-4 оборота и отрезаю. Затягиваю края, как показано на видео, просто заматывая спиралькой. Таким образом хорошенько их фиксируем и создаем плотность самой сосиски. Обычно пищевая пленка хорошенько склеивается между собой и плотно держит, но если есть сомнения, можно дополнительно края завязать ниточкой. Из этой порции у меня получается 7 колбасок длиной 11-12 сантиметров. Такие колбаски можно заранее приготовить в большом количестве и отправить в морозилку, доставать по мере необходимости и готовить таким способом, как я покажу далее. Только что приготовленные колбаски или из морозилки отправляем в кипящую воду, даем снова закипеть и варим 10 минут. Готовые колбаски разбухают, увеличиваясь в объеме. Внутри пленки образовывается бульон, сами колбаски получаются очень сочные, важно, чтобы пленка не развернулась и не была продырявлена. Убираем пленку, сделать это можно двумя способами. Срезаем с двух сторон края и просто разворачиваем колбаску. Но гораздо проще делать это срезав один край и стянув с обратной стороны сплошным чулком. Уже в таком виде колбаски можно есть. Их можно смело давать детям и использовать для диетического питания. Но гораздо вкуснее такие колбаски получаются после обжарки. В домашних условиях я обжариваю колбаски на растительном масле со всех сторон буквально пару минут. Отваренные дома колбаски можно брать с собой на пикник и смело жарить на гриле. Это абсолютно безопасно, так как они не содержат нитритной соли. Специальные колбаски для пикника, которые продаются в магазине, тоже не содержат нитритной соли. Она используется в колбасных изделиях для придания красивого розового цвета. Но ее опасность в том, что при высокой температуре, превышающей 120 градусов, она превращается в яд, в канцероген. Многие пренебрегают этим фактом просто по незнанию. И обжаривают обычные сосиски на открытом огне, что очень опасно. На моем канале есть еще один рецепт диетической колбасы, приготовленной без специального оборудования и ингредиентов. Но ее вкус не всем нравится. Эти же колбаски точно придутся по вкусу многим. Всем рекомендую их попробовать. Они очень отличаются от фитнес-колбасы. Если рецепт вам понравился, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать колокольчик. Всем приятного аппетита и до новых вкусных встреч!